Добрый день, уважаемые партнёры, коллеги. Я хотел бы свою презентацию рассказать на украинском языке. Для коллег из Молдовы я готов персонально, если будет интересовать какие-то вопросы, всё объяснить. На русском. Ну, на русском, да. Лучше на русском или? Ну, посмотрите, у меня просто удобнее, я такие, как я делаю. Ніхто не возрождаетесь мне. Шановные партнери, шановные коллеги, меня зовут Олександр Полявый. Я отвечаю за капусту. И в этом году у нас, как же, уже есть сенс сделать презентацию по новинкам, потому что за последние годы асортимент расширился, и мы постоянно работаем в этом направлении. Из-за того, что я вам покажу, расскажу о новых гибридах. В основном, это новые гибриды, которые уже коммерческие, большинство у них уже зареєстровано в Украине или на остальных базах реестрации. Тобто, они там або уже присутні, або в этом году уже будут присутні в нашем новом каталоге, який також будет немного позже. Хочу подключать сегменту ранней капусты. Мы ввели новую капусту. Ввели новую капусту Кушма. Это ультра рання капуста, которая гармонично дополнить наш сегмент гермалема. Эта капуста також рання, близко 50 дней. И плюсы. Она очень хорошо ростает в открытом грунте. Формует правильную голову. Очень хороший, зеленый, насеченный колор. И, что самое важное, она может хорошо стоять в поле. Тобто, она ростает и у нее очень низкая схема до расстройствования. В этом году, знаете, был дождь и в региону, в одном Закарпатте, у нас были некоторые капусты, которые доходили до 5 кг. Понятно, это не все было. Но это говорит о том, что у нее очень высокая высокая растительность. Далее скажу, чего я сюда включил джентарма. Джентарма уже не новинка, но немного недооценен наш гибрид. Я ее включил, чему. Мы вводим новую капусту, которая называется корсума. Я ее немного позже покажу. Это сегмент джентарма, также 90-100 дней, но круглая. Потому что последним временем много вопросов, много вопросов, которые хотят этого сегмента, но не плоско, а круглую капусту. Мы ее надеемся, что уже введем восемь, если будет наятость насильник, потому что это новый гибрид. Чертама, так же, как у корсума, очень пластичные капусти. Тобто, будь то ранние сроки висадки на весне, она за 90 дней формует прекрасную продукцию в среднем лета в режиме жизни мати гарную продукцию. Не знаю, как в прошлом году, но в прошлом году был непоганый стимул и непоганые деньги будут заработать. Больше позднее сроки летнюю высадку, осенью уборку очень непоганно сохраняются. Джентама сохраняется, и мы уже видели на сохранении новую корсуму. Вот она, пожалуйста, круглая, правильная, форма капусты, очень классное наполнение. То есть до конца березня идеальный стан сохраняется. Она сохраняется очень хорошо. Эти капусты позволяют сделать два обороты. То есть собрать какую-то ранню культуру, ранний курят, ранню морду, или что. И уже, скажем так, висадить даже в нашем центре 1 липня, а на певдень, туда дальше, где больше солнца, где теплее, то там даже в середине липня и осадят прекрасную продукцию, которая очень много сохраняется. Ну и новое продолжение, так сказать, анкомы. Это наша новая, которая уже в коммерческом асортименте Ла Гриньма. Она примерно на 10 дней позже анкомы. Если вы видите по краю листочка, на этом очень хорошо видно большинство зеленых листочков. Вона спочатку не така біла, как анкома. Но плюс ей в плане зберегания. Месяц-півтора довше и лучше зберегается. Тут можете побачить структуру листа. Досить біла, так можно в принципе. Не сказать, что она совсем зелена. Невеликая печережка, доброе наковнение, очень быстро ростучая гибрид. В прошлом году был случай, когда уже почти готовая капусту, не готовая, а началась эта головка. И витягивая господарство капусты, Галила Гриньма в этих условиях почти 90 тонн, что там все были 50-60 тонн, очень сильная вегетративная рослинная потужная кореневая система. Это полная стильность кузариоза. Даже были випадки заражения на полях килою, но она все равно переводила. Настолько потужная кореневая система, что кила развиваются на коренях, она продолжает ростить. Понятно, что она не такая товар, а еще большая капуста это капуста флэксима, которая способна поддерживать высокую нагрузку. В Канаде выращивают более 60 000 рослин. Там, где нужна головка 1 кг, она идеально это поддерживает, достаточно высокая ножка, поднята над землей. сейчас в мире это механизированная уборка. Что для этого нужно? Чтобы она стояла, не лежала на земле. И верхние листки очень пружинные. Она не так травмуется при уборке. Уже она у нас в асортименте продается. Я скажу, что 1 кг это в Канаде. Нет, это в Канаде. Я еще буду продолжать. Если потребуется 1 кг, она выдержит. По стандартной технологии она даст 35-40 тысяч. Зверните увагу листочок. В ней листя вот вот это по Канадской технологии. Она может быть достаточно компактной. Листочки плотно завертаются наверху, плотно прилягаются. Это плюс в плане стойкости до трипса. У минулого года на опробование усилий господарства, где она была, все отметили лучшую стойкость дотрим. Это, конечно, не значит, что ее не нужно обработать, но обработать десь меньше. Десь она перестрахует, если экономическая студия пропустит. У нас мы уже ввели комерсийный сегмент по полностью савойскую капусту. Если помните, у нас есть эстрема, есть морама, напиль савойской капусты. Матлен полностью савойская капуста. по 100 до 110 до 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 100 грязь. Результаты показывает, очень мощная масса. Вага качана, в зависимости от ваших потреб, может быть 1 до 4 килограмм. Дуже перспективный гильдик. Перейдемо теперь до новинок цветных. Мы продолжаем лінію наших капуст Касперсом и Мерия ЦЕСІ. Это генетически сформированные капусти, которые очень хорошо закрываются. Для наших условий, для Украины это очень важный показатель. Она хорошо защищается от солнца и имеет билоснежную руху и очень хорошую качество соцветия. Плюс этого гибриду можно собирать от 1,5 килограмма, когда есть потребность, когда есть цена. Но он себя почти не обмешивает в росте. 2,5 килограмма не проблема, при этом он почти не раскрывается. То есть он остается закрытым, остается таким же товарным. Идеальный баланс как для свежего рынка, так и для переробников. Універсальный, можно сказать, заморозник. Ну, заморозник, да. И у нас также является орантис. Это новый гибрид проколи для весны и для осени. Чего для весны и для осени? Потому что он более открытый, более ранний, десь порядка 65-75 дней. Но были випадки в прошлом году. У нас есть немного фермеров. Он заходил в червень в жару. Достойно он также переносил в жару. Это очень многообъясняющий гибрид. В Европе уже несколько лет. Будем надеяться, что у нас тоже есть. И новая капуста. Мы ее сейчас регистрируем. Пунтоверде. Тип капусти Романеско. По своей природе это гибрид брокколи и цветной капусти. Тому есть правильные фрактали. Что это значит, правильные фрактали? Если вы видите, суцветие складывается из пирамидок. Это суцветие складывается из меньших пирамидок. И так далее вплоть до квитинного уровня. Когда вы посмотрите микроскоп на квитины, они также будут складываться из пирамидок. Такой фокус селекционеров и природы. Сегмент не совсем типовый для Украины. Можно сказать, что это сегмент нишевых капуст. Но я думаю, что у нее есть в будущем. Она очень классно и красиво выглядит. Почему я поставил эту фотографию? Очень мощная листовая масса. Это очень мощная листовая масса. Это додатковый защит и от приморозков, и от солнца, если есть солнце. Стойкость. Стойкость. Стойкость до антициально заварвания. И что еще немаловажно. Если вы знаете эти гибриды романеско, у них есть такая скидность. Листя может проростать через суцветие. Тут на генетичном уровне это прибрано. То есть листки в этой капусте через суцветие не будут проростать. Суцветие будет полностью структурировано. Спасибо за внимание. С Вами был Ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.